Как справляться с излишним эго? Когда я медитирую, я думаю, о, я лучше всех остальных. Я медитирую. Скажи мне, зачем ты хочешь избавиться от эго? Потому что тебе сказали, что эго плохое? Да. Я говорю, что эго хорошее. Оставь его. Просто включи всех в своё эго. Вместе я — это мы. И все. Старание избавиться от эго — это самая большая проблема. Это как стараться поймать кошку в тёмной комнате, в которой её нет. Преодолеть эго — это ещё большее эго. Правильно? Поэтому я скажу вот что. Просто будь естественной, не беспокойся. Если обнаружишь своё эго, оставь его в кармане. Не нужно показывать его всё время. Хорошо? Иногда можно его показывать. Иметь эго нормально. У нас есть эта гонка. Мы были вынуждены думать, я должен быть идеальным, я должен быть идеальным. И в этой гонке стать таким же совершенным, таким правильным, мы становимся несовершенным. Я скажу вам. Ну и что? Нормально быть несовершенным. А, кстати, эта информация только для экстремальных перфекционистов. Перфекционисты раздражаются очень часто, очень быстро, очень много расстраиваются, потому что они видят несовершенство в других и не могут справиться с этим, не могут терпеть это. Это природа совершенства. Совершенство не может терпеть несовершенство где-то поблизости или в других, но это становится петлёй на шее. Мы так стрессуем и становимся ещё более несовершенными, чем так называемые несовершенные люди. Итак, мы продолжаем злиться каждый день. Вы знаете, что такое гнев? Это наказание, которое вы даёте себе за ошибки других людей. Сегодня кто-то совершил промах, а вы разозлились. Когда вы злитесь, ваш мозг кипит. Ваша нервная система терпит потери. Ваше давление поднимается. Уровень сахара увеличивается. Ваша эндокринная система сходит с ума. Вся ваша система нарушена, ваш сон пропал. Нет аппетита или вы едите всё подряд. Ваше здоровье терпит огромную потерю. Злость — это наказание, которое вы дали самому себе. Итак, кто-то сегодня совершил ошибку, и вы наказали себя. В другой день другой человек ошибся, и вы наказали себя. И вы продолжаете наказывать себя всё время. Не будьте таким строгим с самим собой. Вот что. От того, что вы раздражаетесь, вещи не поменяются. Правильно? Меняется ли что-то? Не меняется. Нам нужно видеть ситуацию с более широкой перспективы. И тогда вы поймёте, почему люди совершают ошибки. Потому что они не так развиты, как вы. Они не настолько информированы или образованы, как вы. Они не так цивилизованы или культурны, как вы. Дайте им время подрасти, обучайте их и игнорируйте. Это моя формула. Знаете? Не молчать, если кто-то совершает ошибку. Обучайте их. И если они не учатся, игнорируйте. Что ещё вы можете сделать? Говорю вам. Не наказывайте себя. Вот запомните сегодня только одну вещь. Я не буду наказывать себя, невзирая на действия других. И тогда я уверяю вас. Никто не сможет стереть улыбку с вашего лица. Вы сможете улыбаться даже в самые сложные моменты жизни. И это для меня самое большое достижение в жизни. Самое важное достижение, если спросите, способность улыбаться в любой момент. Продолжение следует...